Ну что ж, кажется у нас там было новое сообщение, вроде бы, да? Ну что, всем привет и поехали снова, Mass Effect, снова веселье. Что же у нас за непрочитанные сообщения? Аж целых три. Итак, Корсика, получена информация о местоположении станции Джарахи системы Сабо, Туманность Орел. Анализ данных позволил нам получить подтверждение того, что в последний раз грузовой корабль Корсика останавливался на станции Дарахе в системе Страбо. Существует большая вероятность, что на этой станции вы найдете информацию, которая позволит понять, почему все работы на борту Корсики, все роботы, вышли из строя. Слишком маленький. Прости, любимый, я ухожу от тебя к Рогану. Местами ты слишком мал для своей расы. Вы боитесь услышать подобное в свой адрес? В знаменитом магазине Морлана вы можете приобрести множество препаратов, на которые не действуют торговые ограничения от Цитадели. Морлан предоставит вам все необходимые для гормональной аугументации, кибернетической модификации и религенной ксенотрансплантации. Призываем всех перейти по указанной здесь ссылке и сделать заказ на экстранет-сайте магазина Морлана. Возможность заказа товаров зависит от местных торговых законов, на продукты, в состав которых входит нулевой элемент, распространяются дополнительные пошлины за перевозку. Репродуктивные органы и Крогана в продаже отсутствуют. Продавец составляет за собой право вводить дополнительные ограничения на продажу товара. Короче говоря, это стандартная сраная реклама, которая непонятно каким образом умудрилась пройти проверку Цербера. Ладно. Короче говоря, Шепард. Говорят, что вы живы, что вы обманули смерть, что это весьма не просто бесполезная часть лечения. Немного чего говорят. Я все еще жив. Она все еще мертва. Я слышал, что Бенезия пала от вашей руки. Отлично. Еще одна женщина, к чьей смерти я причастен. Если, конечно, моя информация вам помогла. Меня просили поблагодарить вас, Сарах. Не убили бы всех нас, не объявися тогда поблизости. Пожалуй, так было бы к лучшему. Почему я, а не она? Почему вы появились тогда, а не раньше? Они думают, что могут меня вылечить, но, быть может, вы не вернулись к жизни. Быть может, я мертв. Быть может, я не закрыл ту дверь вовремя. Быть может, я оставил дверь открытой, чтобы дать ей шанс убежать, и Рахни. Пропороли мой скафандр, и я умер без защиты там, на вершине 15. Быть может, я мученик, которого донимают введения перед уходом в славную загробную жизнь. Но если это все не так, спасибо вам, Хан Олар. Ну, вот такие вот дела. У чувака, к сожалению, большие проблемы. Ну, да ладно. И нам, по-моему, дали еще одну, еще одну возможность полетать. Заброшенная станция. Находится она... Находится она... Находится наша вот тут. Мне придется ее исследовать, когда вы не будете видеть этого. А, ну хотя могу, в принципе, поисследовать прямо при вас. О, я даже ее частично исследовал. Что самое интересное. Правда, у меня всего два зонда осталось, лол. Так что не думаю. А, исчерпано. Все замечательно. Стробо. Станция Джараха. Итак, получен развед данные. Координация станции Джарахи, системы Стробо, туманность Орел. Сбор данных подтвердил информацию о местонахождении торгового корабля МСВ Корсика. Это данные. Это станция Джарахи в системе Стробо. Существует вероятность, что на борту станции Джарахи находится ключ к разгадке неисправности робота в Корсике. А также существует вероятность того, что нам тут тоже надерут пятую точку. И это будет нифига неприятно. Ладненько. Высаживаемся на станцию. На этот раз надеемся на лучшее. Берем с собой, естественно, Грюнта, потому что он офигенный чувачелый. И берем с собой морду, потому что он офигенно работает против роботов. А попутно... Ждем получения нового опыта. Потому что у нас его нет. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж. На самом деле мне очень нравится костюм морды. Он очень прикольный. Ну и костюм Грюнта, соответственно, тоже классный такой. Очищенный ридей. Хм. Давайте сохранимся для начала. Я думаю, что ничего хорошего мы здесь не найдем. Итак. Доктор Гелвинт. Как я предполагал. Мы отключили надпитание все системы, кроме необходимых для жизнеобеспечения. Надеюсь, так мы отрезали ВИИ от ресурсов, которые помогут им достать нас. Это временные меры. Долго мы так не протянем. Походу говоря, опять ВИИ вышел из-под контроля. Приветствуем. Как тут написано. Очищенный ридей. Круто. Что-нибудь еще, может, здесь было бы интересно. Питание зоны стыковки. Наверное, зря я это сделал, да? Ох, и зря я, наверное, это сделал. Прям нет доступа, да? А у ВИИ есть доступ? Хотя это ВИИ, по сути, со мной разговаривает. Насколько мне удалось понять, ВИИ проявляет явные признаки паранойи, что, вероятнее всего, является следствием проникновения вируса. Ее чрезмерно агрессивное поведение является проявлением гипертрофированного инстинкта самосохранения. Попытка не дать нам выключить его. Думаю, ВИИ неисправна и считает, что наше оборудование заражено вирусом. Если мы продолжим попытки отключения, она продолжит пытаться убивать нас. Вероятно, единственное верным поведением было бы пассивное убеждение ВИИ в том, что мы не представляем угрозы. Ну, думаю, что у тебя как минимум не получилось. На станции обнаружена утечка энергии. Компьютер сблокирован системой безопасности. Заблокированы ВИИ-станции. Исследовательская лаборатория. Доступ у нас здесь есть. Инженерная палуба. Доступ есть. И последнее, что? Это жилые помещения. Давайте прогуляемся сначала в жилые помещения. Посмотрим, что тут есть интересного. И мы попадаем в столовую. Что мы видим здесь? Это еще один КПК. Внимание всему персоналу Дока. Ожидается поставка деталей для производства роботов с предприятия. Настройте ВИИ на прием запроса стыковки от грузового корабля Корсика. Это что-то мне не нравится. По-моему, нам... Это не конец, по-моему, исследования того, что здесь произошло. И мы, скорее всего, пойдем еще куда-то. Там что-то интересное есть же? Заблокированы ВИИ-станции. Я понял. Аптитететечка. Медицинский отсек. Отсек медицинский. Ага, система. Установлена. Смешно. Ха-ха, я обманул систему. Ну что ж, посмотрим, что здесь есть. Личный шкафчик. 500 кредитов. Но ребятам они все равно не понадобятся. 750 кредитов. Ля-ля-ля-ля-ля. 300 кредитов. Да, я знаю, мародерству это плохо, но... Как будто у меня есть выбор. Я же должен как-то выживать. А ребятам они реально потом уже не понадобятся. Ну вот видите, ВИИ очень добрый. Он о нас заботится, говорит, что мы там застряли и нужно совершить... И нам необходимо совершить... Так вот. Совершить самоубийство, дабы не умереть от голода. Это так приятно. Люблю, когда ВИИ заботятся о людях. Услышается. Услышаться. Услышается. Продолжение следует... Так, ну и я понял, собственно, что надо сделать. Вот так. Не, погоди, погоди, погоди. Так, и... Вот сюда вот. По идее, там больше ничего нету. Хотя я не знаю, что он уничтожил и как проникнуть вниз, я не представляю вообще, в принципе, как это возможно. Ну ладно, продолжим изучать. Дальше у нас есть еще и инженерная палуба, которая отвечает за все, что творится на корабле, в принципе. Предполагаю, что наша ВИ начала сбоить после стыковки с Корсикой. Телсин сейчас разбирается с ВИ, а вы пока пролистайте записи и узнаете, что было на том корабле. Отличный шкафчик. Сохраниться здесь нельзя. Угу, безопасность, забота каждого. Ну да, ну да. Я единственный пока кто из моей команды выжил. Ну, просто эти двое уже померли. Ну вот видите, как все хорошо. Все восстановил. Ребята, можно сказать, жизнь положили на то, чтобы это все убрать. А я взял и восстановил. Проблема, не правда ли? Так, здесь... Здесь ничего нельзя, да? Ну да. В общем, что-то произошло после стыковки с кораблем Корсика. И мы должны выяснить, что именно. Для этого нам нужно сделать единственное правильное. Ах ты падла, ты пытаешься к нам загрузиться? Капитану удалось отключить протокол безопасности и бежать со станции Джераха. Получено опыта, кредитов, лидия, ну и завершить отсчет. Да, это было что-то не очень хорошее. Не понравилось мне сообщение о том, что она пыталась загрузиться к нам на корабль? Командер, вы получили новую месседжу на вашей терминале. Ага. Новые непрочитанные сообщения. От Сузи. Информация о планете планета Капек, системы Хаскинса, туманность Орел. Судя по данным, полученным зараженного ВИИ на станцию Джерахи, вероятный источник вируса предприятия Ханакедар на планете Капек. Так, координаты загружены в навок. Навком, точнее. Так. Джерахи нам нет. Нам надо не это. 100% добычи везде и всюду. И надо, кстати, будет в этой системе на топливом стакаладе купить топливо и купить всего остального, потому что у нас нихрена не осталось. Заправляемся. И покупаем нужные нам с вами. Нужные мне, а не нам с вами, но вы поняли. Завербовать из Цицаара, требовать, да... Завербовать наемную убийцу, помочь Мерензе, передать Леаре разведанные и какая-то аномалия. Все это в туманности одной. Нет, я хочу добыть данные, добыть данные, отключить зараженную сборочную линию. Я так понимаю, что в туманности Титана как раз-таки нам и надо вот эту линию отключать. Потому что это новая планета, нулевая. Вот она, Капек. Кстати говоря, где-то я слышал планеты Капек. Вроде бы даже сериал такой был, или Капекс она называлась. Ну да ладно. Капек, каменистая и безводная планета, покрытая водородно-этановым туманом, которую жестоко обжигают жар белого солнца. Сера и железа. Пфу, сера. Сера и железо окрашивают поверхность Капека в черные и желтые цвета. В базовых данных нет информации о наличии на планете поселения, однако сканеры определяют наличие металлических аномалий, предположительно строения имеющих крышу. Запуск сканера для того, чтобы найти только вот эту аномалию и больше ничего. Итак, обнаружена аномалия. При сканировании поверхности был обнаружен комплекс по производству роботов, судя по регистрации принадлежащей корпорации Хана Кедар. Здание находится в состоянии аварийной консервации. Поиск живых сотрудников не дал результатов. Сканирование источников опасности обнаружило множество инфицированных роботов, законсервированных в здании. После отключения основного конвейера, комплекс прекратил создание инфицированных роботов. Ничего хорошего нас на этой планете не ждет, и скорее всего мне, как обычно, придется перепроходить и перепроходить эти миссии десятки тысяч раз, но вы увидите лишь лучший. В принципе, как всегда. Ладно, давайте добавим, как всегда, наших любимчиков и пойдем уже по делам. Не получили мы до сих пор ничего полезного, поэтому поехали. Они расположили лабораторию глубоко в скалах. Знали за странцы, что их будут искать. Короче говоря, как обычно, ничего хорошего. Так, на самом деле, надо как-то от такого всего дела избавляться. Да пошел ты, не трогай морду. Замечательно. Жалко, что нам здесь не восстанавливают патроны. В первой части вот было, например, классно, да, то есть у нас были относительно бесконечные патроны, но был дикий перегрев. Это было, ну, как бы разумно, что... Типа, патроны нам не нужны. Итак, мы попадаем на какой-то лабораторный завод. Сейчас будем смотреть, что здесь. Внимание, протокол отзыва модуля такого-то. Внимание всему персоналу. Наш новый поставщик Микросхем сообщил о немедленном отзыве модуля сдерживания робота, которого, как выяснилось, приводит к регулярным поломкам, связанным с ним компонентов. Начаты поиски нового поставщика всем сотрудникам. Предписывается немедленно прекратить использование такого-то, вплоть до отмены данного предписания. Ответа нет. Довожу до вашего сведения, что мы потеряли контакт с Корсикой. Мы проверили все ваши предположения. В роботах и перевозимых деталях действительно использовался дефективный отозванный модуль. Корсика, насколько мы знаем, направилась в систему Страба на станцию Джерахи, но связаться с ними не удалось. Надеюсь, с ними все в порядке, но, полагаю, пока мы больше ничего не можем сделать. Внимание! Аварийная ситуация. Я получаю доклады о том, что роботы сходят с конвейера и нападают на рабочих. Некоторые самоуничтожаются без видимой причины. Даже те, что изначально не были оснащены дефективным модулем. Также проявляются признаки заражения. Происходит глобальная катастрофа. Мы стараемся держать ситуацию под контролем, но как долго это будет у нас получаться, неизвестно. Когда об этом узнает доктор Рошель, полетят головы. Мои среди них не будет. Объявление. Изоляция здания. Доктор Рошель приказывает полностью изолировать здание. Таким образом, вам предстоит запечатать коридор и ведущие в конвейерный зал и заблокировать доступ к нему из других помещений. Я даю себе отчет, что таким образом вы оставите меня и всех оставшихся внутри рабочих наедине с неисправными роботами. Прошлые ваши приказы не отменяются. Для меня было честью работать с вами. Но он взорвался. Короче говоря, у них происходит куча различных ошибок, в связи с чем они постоянно либо взрываются, либо как-то используют себя дефективно. Не думаю, что здесь кто-то остался. Командир, я нашел Азари доктора Таласан в коридоре, ведущем к конвейеру. Мы заблокировали проход и перекрыли доступ к оставшейся части коридора. Я стоял доктора Таласан в безопасном месте и направляюсь на склад к пульту управления конвейером. Сообщу, когда буду на месте. Я на складе. Здесь довольно пустыно, сэр. Вижу пультовую прямо над хранилищем. Мне понадобится несколько минут, но похоже, с отключением конвейера проблем не будет. Я так понимаю, что конвейер все еще работает какого-то хрена и перевозит эмиров. А эмиры это очень больно. Вот прям очень больно. Идите ее. Идите в жопу, песики. Болевой или минус лучше. Негде взорваться, да, там, экономить не патроны. Ну нет. Не хочет взрываться. Не хочет экономить не патроны. На самом деле, я просто хочу перейти вот сюда вот. Уже отсюда продумать атаку. Что-то будет самым логичным, наверное. А то количество эмиров, которые перевозятся над нами, мне, ну прям совсем не нравится. Все, что я понял, это то, что я потеряю. Да хрена оружие на этой миссии. Спускайся давай. Поотражаем атаки. Берем, спрятаться за этой стороны. И не стой. Берем, спрятаться за этой стороны. Берем, спрятаться за этой стороны. Берем, спрятаться за этой стороны. Сыря я его успел покоцать. Хрен его пойми. Ладно, Грюнд, меняй оружие. А ты, в принципе, тоже. Сохраняться здесь нельзя, поэтому придется действовать так, как получится. Ты будешь стоять здесь. Попробуем. У Грюнта есть одна большая проблема. Он иногда бывает идиот. Иногда это, конечно, далеко не всегда, но это иногда вполне себе достаточно. Не, когда они трясутся, это не очень круто. Да сколько ж вас там, мать вашу? Да вы шутите. Все? Я надеюсь. Видимо, нет. Так, мне нужно другое оружие. Я надеюсь. 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 И не вовремя. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь, это последний. Это был последний. Нулевой элемент мне точно пригодился. Неужто все. О, я даже сохранить смогу. Боже, это было жестко. Хотя-то я еще с нашими дорогими друзьями не встретился. Так. Начинаем взлом конвейера. Быстренько. Быстренько, быстренько. Отключаем конвейер. Отключаем конвейер. Замечательно. 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 Фамилиndон. Рutos на т top 200. Замечательно. Ю-ху! Это было жестко. Экспериментальная сборочная линия Ханэ КДР на КПК остановлена. Все инфицированные роботы отключены. Получено столько тачков опыта, кредитов, нулевого элемента. Ну и закрываем отчет, как обычно, собственно говоря. Ну и надеемся на что-то более интересное и лучшее в дальнейшем. И что же нас ждет? Следующий отчет. Я понял тебя. Шепард, черт тебя возьми, что за игру ты ведешь? Тебе удалось убедить меня не стрелять в ученого из Цербера? Войди ко мне в доверие. А теперь я узнаю, что ты работаешь на Цербер. Надо мной проводили такие эксперименты, каких ты и представить не можешь. Годами и все это Цербер. Меня мучили. Меня прекратили в чертову лабораторную крысу. Почему прекратили? Скорее превратили. А ты теперь сотрудничаешь с ними, будто они обычные наемники. Теперь у меня есть собственный отряд наемников, Шепард. И я при встрече убиваю любого из Цербера. Если повстречаю тебя, исключения делать не стану. Да, Тумбс, веселый чувак. Ладно. Короче говоря, у нас появился новый, так сказать, враг. Ладно, в этой системе нам нужно будет потом посмотреть на эту планету. Ну, не нам, а мне конкретно. И всего на одну. Так что я думаю, что как-нибудь без вас разберусь с этим. Главное не забыть о ней. Так, ну а что касается всего остального. Спасти Доктора, Цитадель, все дела. Я думаю, поедем мы в следующий раз. Наверное. Наверное, наверное. Даже не знаю куда. Повелитель пламени. Добыть данные. Скорее всего, вот сюда мы полетим в следующий раз. И добудем здесь данные. Точнее, здесь есть еще один. Повелитель пламени. Поезд артефакта. Но мы на данные полетим. Ладно. На сегодня я думаю, что это все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. С вами был, как всегда, Дезертир. Удачи, ребятки.